Всем привет, с вами Андрей Чиэнт, и да, это новый выпуск свадьбы вслепую! Ну что, ребят, у нас сегодня новая пара. Муж итальянец, который не принял ребенка из прошлого брака. Ну, так называется выпуск, то есть мы уже, наверное, по названию что-то будем уже понимать, поэтому садитесь, ложитесь, берите что-то вкусненькое, потому что мы начинаем знакомиться с новой парой, ну, которую решили склеить, но, я так понимаю, получилось хреновенько. Что именно, сейчас разберемся. Поехали! Добро пожаловать на проект «Свадьба вслепую». Наши эксперты, главная сваха страны, Роза Сибитова. Путь для невесты сюрприз будет. И яснознающая Фатима Хадуева. Ничего не забыла, все сказала. Готовится к церемонии бракосочетания. А мы пока познакомимся с нашими героями. Я Симоне Монтикио, у меня есть 40 лет, буду 41. Я итальянец, я родился на Сесиле, на острове. Почти два года я живу в России. Меня зовут Мария Петровская, мне 41 год, живу я в городе Москва. Ну, логично, что барышне уже 41 год, и как бы не исключено, что у нее уже есть ребенок. А он, наверное, хотел прям 40-летнюю вообще, желательно, девственницу. Я эксперт по волосам, я топ-колорист. У меня свой бренд косметики, профессиональный для волос. У меня два патента, один из них в области волос. Я приехал сюда, я начал работу как преподаватель. Я преподавал язык, английский и испанский. Я потом преподавал от международного отношения и от международного права, как политолог. Я не был женат, потому что я отдал приоритет на мою карьеру. Для меня работа была всегда на первые в месяц. Свадьбы у меня не было, кольца у меня не было, штампа в паспорте не было, но у меня был гражданский муж. И не один. Но не сложилось. То ли меня не устраивало, то ли мужчину что-то не устраивало, то ли нас обоих. Конечно, у меня были отношения. Два года, три года, четыре года. Да, разные девочки. Другая была девочка, которая ест ребенок. Девочка, которая была меркандильная. Не зглушились, бывает, да. А, так это, может, не за это говорили? Да нет, тут тоже, вижу, ребенок есть. То есть, его в прошлом отношении не про то, что есть ребенок. И здесь, типа, будет ребенок, да? У меня есть прекрасная дочка моя, Мишелька. Мишелька со своим папой редко видится. Ей нужен папа. Я очень люблю посещать культурные мероприятия. Мне нравятся музеи, выставки, галереи. Мне бы очень хотелось, чтобы мой муж разделял пристрастие к культурным мероприятиям. Когда у меня есть свободное время, мне нравится ходить в музей. Ну, что-то. Все музей тут. Совпало. Мне нравится, потому что она в первый момент красивая, образованная. Она любит читать. Самое достаточно. Она должна работать чуть-чуть, помогать мне. Красивая. Умная, чтобы красивая. И чтобы работала. И вообще, чтобы дома хозяйка была. И тигрица в постели. И чтобы вообще и меня обеспечивала, и любила. Ну, у меня, на самом деле, очень простые требования. Пожалуйста, помогите. Тивилисовый, красивый нос. Худая. Доверит Богу. Девочки, которые любят Россию, потому что я хочу тут жить. Я много где путешествовала. Все страны восхитительные. Но жить я хочу в России. Жить я хочу в Москве. Мне нравится здесь. Я обожаю Москву. Внешность моего мужчины мне, на самом деле, не очень важна. Мужчина, может быть, как? Прибезьяну, да? Плантином, так, брюнетом. Я влюбляюсь в отношения ко мне. Вот у меня внешность уходит... На 35-й план. Запускайте гамадрилла. На задний план. Мой друг, он пособедил меня. Давай попробовать. Такой, знаете, и приходит такой, как «Ластелин колец». Я не помню, кого там звали. То не «Хоббит» был, а «Моя прелесть». Вот это вот. Который голем, голем, голем. Короче, вы поняли, да? Страшная, глазастая такая. Можешь быть, что начинается как игру, а в конец концов я могу найти девочку, которая мне нравится для серьезных отношений. Я хочу мужа. Я считаю, что я и Мишель, мы семья. Но вот мужчины у нас нету. А вдруг? Ну, классно же. Я хочу платье, я хочу свадьбу, я хочу вот эту вот церемонию. У меня вот это вот, ну, какое-то вот волшебство. Для меня это волшебство. Сделайте мне волшебство. Согласно правилам проекта, будущие супруги должны положить в конверт определенную сумму денег, которую они готовы выделить на неделю совместного проживания. Что-то он положил, говорит, я надеюсь, она положит столько, либо больше, потому что я заравно правее. В месяц я зарабатываю 120 тысяч рублей, поэтому на неделю на семейный бюджет я готова положить 10 тысяч рублей. При этом я надеюсь, что мой муж положит больше. Да. Он же добытик. Ага. Я на этой неделе на семейный бюджет, потому что я не жардини, и я даю 20 тысяч рублей. Надеюсь, что она положила больше. Хорошо. Симона, сицилиец, горячий парень. Полюбил Россию, хочет здесь остепениться, остемениться. Вам правильно я это дело называю. Ищет русскую невесту. И меркантильную, умную, образованную. Слушай, у него такие высокие требования. Так он и сам хорош, имеет право. Знаешь, мне кажется, надо более аккуратно относиться к итальянцам, с их темпераментом. Ты знаешь итальянцев-то? На себе когда-нибудь испытала? Это такая у меня была как-то. В одну ночь три итальянца. Ох. Сделали мы, конечно, с ними пиццу паперрони. Себе лично? Лично. Нет. А я да. Поэтому я предметно говорю. Я так понимаю, у этой розы опыт-то не слабый. Я тебе доверяю. Смотри, девочка спортивная, красивая. Сама зарабатывает. У нее своя марка косметики. Мало того, у нее есть даже два патента на изобретение. Доченьку успела родить, три с половиной годика воспитывает сама. Ты сейчас недостатки или достоинства рассказываешь для моего жениха? Мне кажется, это супер достоинство. При ее Скорпионе, при ее Меркурии, девушка умеет быстро находить общий язык со всеми. У нее не только образование, но и есть образованность, но на самом деле рост. Очень хорошенькая и готовая девочка к замужеству. Да лет-то сколько твоей девочки? Нормально, подойдет. Сколько лет-то? Жизнь 40 лет только начинается, поэтому 40 лет у нее и есть. Вообще, я-то считаю, что, может быть, Симона все-таки у нас остепенится. И, может быть, с его характером таким свободолюбивым, неуживчивым. Наверное, нужна взрослая женщина с опытом и понимающая, как такого классного мужчину, а не до смерти все мальчики, остепенить. Давай попробуем. Вот единственная проблема, знаешь, какая? Я посмотрела нашего Симоны. И ты понимаешь, там как бы Меркурий вообще за Юпитер не зашел. Он тоже скорпион. Два скорпиона. Это же целый террариум получается. Это очень плохо, но, мне кажется, она утихомирит его темперамент, и она сможет его немножко остепенить. Поэтому эксперимент должен быть очень. А если рыба и водолей, то это целый аквариум получается. Вяческий темпераментный. Главное, чтобы они живыми остались. Это точно, ты подметила. Но то, что нам будет очень весело и интересно, это точно. Дорогие жених и невеста, мы рады приветствовать вас на уникальной церемонии бракосочетания. Я в таком состоянии, мне просто потрясающе. Боже, мне кажется, я в раю. Сегодня вы стоите на пороге великого путешествия, которое может продлиться всю жизнь. Или хотя бы на одну неделю. У меня так забилось сердце. Я думала, мое сердце слышно вообще на весь зал. Я не волнуюсь, все хорошо. Я не волнуюсь. Почему? Зачем? Я всегда хорошо, под кондром, все. И начнем мы, конечно, с представления. Жених, как вас зовут? Симона. Я сразу поняла, что Симона итальянец. И даже обратно с этого. Как ты поняла, что это итальянец? Типа, это итальянское популярное имя? Невеста, а как вас зовут? Мария. Мария, да, она красивое имя. Это как мама Иисуса Гристо. Да. Можете называть ее просто Дева Мария. Готовы ли вы, Симона, взять в жены Мария? А это Симон и Пумба. Готовы ли вы, Мария, взять мужья Симона? Да. То есть, короче, он Иисус, а она Дева Мария. В то время обменяться обручальными кольцами. Симона очень приятный. И когда надевал кольцо, твердо держал руку, как-то надежно. Мне было приятно. Пусть каждое из этих колец станет символом вашего обещания пройти этот жизненный путь любви, верности, преданности и помощи друг другу. А вот мы в этих повязках, и ощущение, что мы на одной волне. С этого момента вы муж и жена Симона и Мария Мэнта Кью. Я сначала разочаровалась. Ну, я думала, что будет русский. Но в то же время брат воздумал, ух ты, как повернулась. Тут будет еще интереснее. Совет до любой. Такая, ух ты, итальянец. А я думала, будет русский. Поздравляем. Снимайте повязки. Я без любой, я только звучит милый голос. Теперь невесте. Он снял повязку. Я немножко... И мне осталось какое-нибудь. Вот это прям нашло такое, знаете, вот прям аура какой-то надежности. И все. Вот, поздравьте друг друга. О, какой молодец. Молодцы, молодцы. Симона очень красивый молодой человек. Очень похож на моего папу. А, че? Привет, че? Тебе папа итальянец? Как ты? Хорошо? Да. Нравится же нить? Симпатичный молодой человек. Ох, как хорошо. Прямо растерялась. Невеста нравится? Красивая? Нормально, да. Да, нормально. Могли-ка еще и получше, ну, как бы... Дареному коню в зубы не смотрят. Нормально, да? Нормально. Нормально. Хорошо. Ну, ну, нормально, думаю. Ну, она нормальная обычная русская девочка. Есть плохая, есть лучше. Тут, как они выглядят. Пацаны, я смотрю, такой интересный. Ну, как бы не самый лучший вариант, но, знаете, и не самый худший. Уверенность, я ему понравилась. Ну, как я могу не понравиться? Нормально. Дорогие Мария и Симона, вы сегодня стали мужем и женой. И мы очень рассчитываем, что те чувства, которые родятся в течение недели, которые вы проведете вместе, станут крепкими. Ну, так на нее смотрю, знаете, как будто он уже расстроился. Смотрит, такой, блин, ну... Ладно, попробуем. Долгими и на всю оставшуюся жизнь. Хорошо. Спасибо. Гармония в семье – это всегда взаимодействие двух сердец – и мужского, и женского. Для этого вам нужно, в принципе, отпустить прошлое, все, что там было, и подготовить себя к тому будущему, к тем приятным моментам, которые вас ждут впереди. Симона, берите Марии за руку и вперед, как я вам обещала, вашу семейную жизнь. Мы вас поддерживаем. Спасибо. У меня интерес, страх, уже мучает желание. Вот уже начать. Очень хочется. Вообще очень хочется уже. Маша, я хочу пригласить тебя на ресторан. Сейчас мы решим, как поедем там. Симона предложила ехать на такси. Зачем такси, если у меня есть машина? Согласен, Симона. Так что ты молчала? Проблем нет. Ага. А у тебя есть машина? Да. Пригласили в ресторан, и да будет огромный сюрприз, и мы будем проводить, короче, вечером вместе. Я? Он садится, так смело. Как работает тогда? Сиденье подвигается там под сиденьем, ручку. Под сиденьем. Как многие русские, тут есть автоматическая машина. В Италию я приехал на другой тип машины. Симон, а ты в ресторан доедешь? Нет. Легко, скюзи. Стоп, подожди. Оказывается, что он не умеет машину водить, кроме итальянских. Когда мужчина нравится, женщина, особенно российская женщина, ментальность такая, она готова чуть ли не печень отдать. Отдает ключи. Зачем ты ему дала ключи? Ты знаешь, водит он или не водит, умеет, не умеет. Роза, ну ты видела, с какой уверенностью он говорит? Я могу, я умею. Они все так говорят. Это называется декларация. Мужчина декларирует, что сделает женщину счастливой. Женщина декларирует, что будут ласковыми, пушистыми женами. Откуда сволочные берутся тогда? Я не знаю. Это время. Хорошо? Да, ты, ты. Давай. Не говори. Все, я сейчас спорю. Что-то меня чуть-чуть было, типа, смешно. Все, все, все. Как работает? Механически. Другая машина. Нет, правда. У тебя машина поломана. Я хочу постараться. Как первый. На Д. А Д стоит? Вперед. Да? Нет, нет, нет. Это драйв. Нажимай на тормоз. Нажимай. С это спит. Давай я. Она привыкла водить только эту машину автоматическую, и я, наоборот, привыкла другую машину. Так наоборот, на автомате ехать это легче. Как на кафинге. Газ в тормоз и все. Все, да? Все, 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 все. Стоп, стоп. Дай для твоей машины, да, и может быть удобно для тебя водить машину. Хорошо, давай. Супер. По дороге мы много разговаривали, очень много о чем. А тебе лет замуж или нет? Замуж? Да. Официально нет. Сколько тебе лет? 40. Один. Сколько тебе лет? Мне 41. Хотя потом у него в начале документов тоже было написано, когда бумаги смотрели, 41. То, наверное, вот этот момент, когда они снимают, кто с кем соединяется, уже снимают позже. Это хорошо. Я думаю, лучше, если я помещу могу, да? Какая еда тебе нравится? Чтобы было просто вкусно. Я такая всеядная, но с причудами. А ты? А что ты больше всего любишь делать в плане работы? А мне нравится учить, преподавать. А от чего зависит твой заработок? У меня есть зарплата, потом, если я хочу дать, например, индивидуальные уроки, я могу зарплату побольше тоже. Будьте откровенны, я не все понимаю, что он говорит. Но, насколько я понимаю, у Непо заработок нестабильный. И он работает от случая к случаю. Давай, не показывай, мы всегда работаем. Мы приехали в ресторан. Для меня был настоящий сюрприз. Нас встретили его друзья. Причем их так было много. Нас поспали рисом. Это традиция в Италии. Потому что рис – это символ богатства и счастлива. Ну, мне нравится. Ты была когда-нибудь на итальянской с людьми? Нет. А я была. Итальянцы разбрасывают рис. Причем риса надо очень много. Это делают и у нас на Кавказе. Это делают и в Азии. Но мне кажется, так много риса насыпали. Они что из нее хотят? Резотто сделать? Очень приятно вас видеть. Вы очень красивые. Сабина. Мария. Я думала, что он вообще никогда не женится. Потому что он такой свободолюбивый парень. Но невеста мне очень понравилась. Хамон. А как будет по-итальянски горько? Баршо. А мы сделаем горько? Нет, мы не будем делать горько. Я не готова с ним целоваться. И никакого горько не будет и не может быть. Но на сегодняшний день точно. Дай бачо немножко. Чуть-чуть. Быть готова к тому, что итальянцы всегда орут. Мужчины-итальянцы, мне кажется, все время много разговаривают, много шутят. На итальянском я вообще не понимаю, что они говорят. Что-то где-то отдаленные слова, но я даже это не слушаю. Все равно я не понимаю. А, кстати, вот девчонки очень даже молодцы. Я так понимаю, язык хорошо знают. Потому что надо знать язык мужа обязательно. Чтобы знать, что говорит про тебя свекровушка, да? А мне нравится, что сейчас наша Машенька окунается полностью не только в традицию, но у нее есть возможность спросить у реальных жен итальянцев, как жить с итальянцем. Девочки, мне кажется, мы, как жены итальянцев, должны помочь нашей сестре. Они, естественно, очень эмоциональные, поэтому готовься к этим качелям. Еще, если итальянец ругает Италию, поддакивать нельзя. Только итальянец может ругать Италию. Куда бы вы ни поехали в Россию или вообще в мире, всегда найдется что-то, что построили итальянцы. Он об этом будет говорить с гордостью. Привязанность все-таки к своей маме. Забоевать свою кровь – это очень важный момент. А итальянцы обычно больше патриоты, чем русские. Ты увидишь, что он наверняка знает гимн, наверняка у него есть матрешки дома, шапку-ушанку наверняка носит, наверняка любит баню. Узнаешь много вещей интересных. У меня есть матрешка дома, тут в России. Спасибо за такие секретики, что они такие милые, такие классные. Я влюбилась просто в них. Что мы итальянцы, умные итальянцы. Скажи мне, пожалуйста, какой танец танцуют на Сицилии молодые? Сегодня мы решили потанцевать традициональные танцы. Тарантелло. Пойдем, покажем. Покажем Тарантелло. В современный мир мы потеряли эту традицию. Ну, это еще тот Тарантелло. Что-нибудь более традициональный. Я не поняла, что это танец был. С ленточками. Какой танец я окружила в своем платье, пыталась спасти свое платье, чтобы по нему все здесь не прошлись в зале. Мы постарались, конечно. Я думала, ей понравилось, да. Мне было неинтересно сейчас. Это сырое яйцо. Нет. Окей. Не-не-не-не. Сейчас оттуда-оттуда. У яйца будет маленькое путешествие, да, но он должен остаться целым. И еще одна была традиция. Мне предлагали по участку в каком-то конкурсе. В таком, я бы сказала, очень тесном контакте. Давай, давай, давай. Со всем уважением. Но я не буду так делать. Я не готова к таким конкурсам еще с ним. Поэтому я отказалась. Ребята, мы для вас приготовили маленький сюрприз. Приглашаю поработать с бревном. Честно говоря, это традиция, которая не согревает на северной Италии. Яйца с Северной Италией. Все до меня было смешно, потому что это первый раз. А ты знаешь, почему бревно стоит с пилой? Это, наверное, чтобы она сразу отработала не пилить мужа. Попилили бревно и закрыли тему. Меня все время поражают твои веденческие, от слова ведаешь ты, версии, которые мне в голову вообще никогда прийти не могут. Мой смешная, мой смешная, мой смешная. Мы распиливали бревно пилой настоящей. И что? Нелегко. У нас все получилось. Это ваше препятствие, но вы это сделали. Видали, в каждой области есть со своей точно традицией. И чуть-чуть мне показали разные. Ты знаешь, традиция с южной, традиция с северной далее. Я предлагаю, чтобы ты сейчас сказал одноправо на итальянском. Что я очень рада быть итальянской женой. Sono molto felice. Попали. Sono molto felice. Браво. Di essere. Di essere. Di essere, хорошо, да. Una moglie italiana. Una moglie italiana. Девушки очень понравились. Они очень хотели мне помочь. Помочь быть женой итальянца. Мы милые люди, но мы всегда были людьми. Очень веселый смех. Мы очень шумные. На этот момент мы как чуть-чуть дети. Ciao, arrivederci a tutti. Ciao, Alessandro, grazie. Я благодарю с другом, и сейчас мы чуть-чуть устали. Это почему сейчас с Марией мы вернемся домой и посмотрим, как будет первая ночь. И будем делать Иисуса Христа. Северной Марией, да. Северный пригласил меня к себе. Мне интересно посмотреть, как он живет. Как у тебя миленько. И так вкусно пахнет. Да. Хуя случайно. И все равно живет в хорошем районе, в центре. Это ризотто. Я даю тебе туру квартиру. Это коридор, ты можешь видеть. Квартира вообще чистая. Мебель, она, конечно, уже древняя. Но нафталином не пахнет. Советское качество. Это маленький балкон. Красивое окно. Есть маленький парк. Балкон вообще классный. Если бы я, конечно, здесь жила, я бы, наверное, какое-то время пожила бы так. Потом это все просто свернуть, вывести и сделать нормальный современный ремонт. Моя комната, да? Да. Они мои книги не знают. Другая книга на русском и на английском. У него Лукашенко стоит. У меня есть пару книг на это наш дом. А какие из них ты читал? Все. Тебе нравится читать? Я обожаю читать. Восхищает. У нас тоже было очень много книг. Родилась среди точно такого же. Она образовательная, была интересная. Она тоже нравится читать. Более-менее это кукла. Знаешь, для меня я в дом, у меня есть дети. Я живу в дом, это хорошо для меня. Маленькая кукла, да. Я бы не смогла жить в такой квартире. Даже, наверное, ну да, денечек можно. Так, для настроения такого, для разнообразия. Ну, лучше ко мне. Так это ж съемная. А, ну, короче, лучше ко мне. Ну, если говорить... Машина у меня лучше ко мне. Ну, понятно, я понял. Будет, короче, девка... ...по поводу впечатлений от квартиры Симоны. Ну, по-спартански. Ну, как говорится... Так я понимаю, это съемная фото. ...материально ему чуждо. Тем более она чужая, чужие ее это плохо устраивает. Была эмоциональная, долгая... ...я думала, как ты устала. За этот день я пережила просто бурю эмоций. Я даю тебе мою комнату. Потому что, типа, да, ты моя королева. Ты дожди спать, где будет удобно для тебя. Спокойной ночи. Ты будешь отдыхать. Хорошо? Спасибо. Он сложный, темпераментный. Темпераментный мне, конечно, нравится. У нас впереди еще целая неделя. И еще неизвестно, как все пройдет. Там посмотрим. Чужие они по разным комнатам-то разбежались. У нас 16+. Включила бы взрослую женщину. А я бы такого моментик бы не упустила бы. А это только там на губной гармошке поиграть бы. Первая ночь. Ну что ты, мой жеребец? Маурития. Ладно бы ты, но он итальянский горячий мужчина. Ты не успела еще ах сделать. Он уже тебя ох сделал. И ты уже беременна. Темперамент ушел в другую комнату. Ты смотри, блин. Мужчина инициативу подает. Ужас какой, а. Нормально, блин. В первую ночь он не пошел с ней переспать. Позор вообще. Фу. Мы сейчас серьезно это обсуждаем. Почему он при первой встрече... Я понял. Утром за завтраком молодожены решили обсудить семейный бюджет. Смотри, у нас тут два конверта. Я понюхала и положила. Я в свой положила 10 тысяч рублей. А ты сколько в свой? 20 тысяч рублей. Когда я узнала, что Симон положил 20 тысяч рублей, я обрадовалась. Итого у нас 30 тысяч на неделю. Как мы будем распоряжаться? Бухат. Да. А, шутка. А, шутка. Мы можем поехать в ресторан, на центр города чуть-чуть, и есть кто-нибудь в кино. Я согласна. Я бы потратила их тоже на развлекательство. На развлекательство. На пухло. Вкусненько покушать. Да, отлично. Я согласен. Давай. Давай, давай запарим вермишель. А что было вкусно, то с сосиской. Ну, прекрасно. Тогда я сейчас пиваю кофе. Да, и пойдем гулять. На центре города будет сюрприз для тебя. Спасибо. И он начинает уметь позаду. Симонос сегодня мне сделал сюрприз. Он меня повез в католический собор, рассказывал там про архитектуру. Готический, да? Я правильно понимаю? Это не готик стильный. Не оригинальный. Это ремонт. Они сделают новый, когда распалцы Советского Союза. Это ремонт. Люди думают, как это итальянский. Это ошибки, потому что это не итальянский собор. Мне очень понравилось. Я потому что несколько раз была в возле, но я не знала, что это такое. Велодибу, да, полский церковь. Они построили полский архитектор. Они ходили... Это вообще была хрущевка. Это просто переделали ремонт. Чуть-чуть повторяю католический дом, да? Не оготик стиль. Но результаты для меня чуть-чуть никак. Я подметила, что Симоны интересуются. Прямо живо интересуются историей. А что означает вот... И самый главный купол, я думаю, это, ты видишь, где есть крест? Да. Это еще ремонт. Когда была Великая чистая война, они взяли, потому что они не ходили, как точно, где лут-вафер, они ходили бомбардировать. Ты знаешь? Угу. Угу. В какой-то момент он мне предложил руку, говорит, давай, вот здесь будет удобнее. Я вот что заметила, что у него ухаживание проявляется в мелочах. Мне это нравится. Тут даже вот картина. Это не картина, это мозаик. Это мозаик чуть-чуть новый, да. Мне нравится. Я верю в Бога, да. Мне нравится более православный церковь. Мне нравится религиозный, я верю в Бога. Ты веришь в Бога? Да. Ты православный? Да. Все, твоя семья тоже? Да. Ты решила по себе, верила твою семью? По себе. По себе? Я верю в Богу, да. И вообще вера – это то, на чем построена моя жизнь. И самого маленького. Симона сказал, что это не единственный сюрприз, что есть второй сюрприз. Он говорил, что любит центр Москвы. Я подумала, что мы поедем гулять в Кремль. Пойдем. Сыр. Я ходил, как она, попробовать итальянскую еду. Мы решили покупать продукты. Бонжорно. Бонжорно. Мы были в магазине, где я знаю владельца. У меня в итальянском магазине легко найти для себя еду, потому что я люблю сыр, люблю бурату. Мне нравится. Я помню, что тебе не нравится. Тебе нравится паста? Я не люблю пасту, я не люблю макароны. Мне очень нравится такие магазины. О, все, мы будем вместе. Во-первых, атмосферу делает продавец, а продавец щедрый. А, то есть у вас еще можно попробовать, да? Да. Здорово. Пожалуйста. Благодарю. Ну, не дай бог, не купишь. Засуну эту шпажку. Щедро давал пробовать. Любые свои продукты. А ты колбаска кушаешь? Пожалуйста. Нет. Я не кушаю... Спасибо. Ой, тоже не очень колбасу ем. Не то, чтобы русскую, вообще не очень колбасу. Я люблю индейку. Индейку еду вообще, да. Я бы пил потрясающе вкусный сыр. И, похоже, самый дорогой сыр с трюфелями. У вас действительно очень вкусно. Очень вкусно. Очень вкусно было, да? Да. Симоном было очень комфортно в магазине. Некоторые поступки мне... Меня удивили. Пожалуйста. Да. Пока мирощи, моя есть. Приятно. У меня слова исчезли. Заказал кусок пиццы. Не предложил мне. Я бы отказалась. Но то, что он просто мне предложил, может быть... Кушать не будешь. Конечно, разница в менталитетах. Глянь-ка. Кушать будешь или нет? Как он пиццу уплетает. Бедный мужчина. По голодам шесть. Ты правильно. Пока мужчина есть, жена пускай за продуктами с ганаши быстренько принесет. А в смысле угостить ее, предложить ей, это не... Еще удумала. Если человек хочет есть, он ест. Если другой человек хочет есть, то он спрашивает. Он тоже ест. Мы говорим о паре. Мы говорим о семейных отношениях, где должны учитываться интересы и одного, и второго. А они у нас муж и жена на эту неделю. Да, но это эксперимент. Это печенье, да? Да тебе нравится, говорили мне. Тебе нравятся сладкие. Ты знаешь, это чоколадное печенье. Типа очень известное, видали, да? Попробуем, все. Ты попробуешь. Потом попробуешь, поставь на место, не трех руками. Вот это ухаживание, вот эта забота в мелочах. Давай возьмем это печенье, вот оно тебе точно понравится. Вот в этом ценность итальянских ухаживаний. Туторит, прикинь ты, тупо начал жрать пиццу, не предложил. Скотина жадная. Дал печенье. Слушайте, вот эта ценность итальянского уха. У нее, знаете, у нее как будто проходит 10 секунд времени. У нее то ядрит странный чувак, то ядрит, как ухаживает к мелочам. То эта падла жрет без меня, даже не предложил. И они хотят, чтобы ты кайфанула. А Симон выбрал в магазине два вида пасты. Я выбрала сыр. Потом мы вместо мы решили покупать то, что артичок и помидор. Патит? Да, спасибо. Да? Давай. Я этим наемся. Фиоренные помидоры? Три тысячи сто тридцать два. Наш семейный кошелек. Хорошо, да, это круто, да? Так как у нас бюджет 30 тысяч на неделю, мы потратили шесть с лишним. Я думаю, что если такими темпами, то где-то мы немножечко поэкономим. И немножечко поясочки подзатянем. А какой ты будешь готовить? Не знаю, сейчас мы будем... Я подумаю. Какой? Так, не будем готовить, я кушать хочу. Давай приготовим. Я думала, что мы сейчас будем готовить ужин. Но Симон говорит, нет. Ты сегодня уже покушала. Кушать будешь дома. Я кушать не хочу. Я не буду готовить сейчас. Я не готовлю, потому что это очень жарко в ледовом. И я приведу чуть-чуть ужин попозже. А я хочу попробовать. Давай достанем? Какой? Ну вот, печенье. Да, давай. Да. Печенье? Так. А, которое она типа купила себе? Да, и сыр. А, точно, сыр. Топ, топ. Не открывай сыр. Тут мне нравится, как пахнет. Хорошо? На. У меня есть интолеранция. Да. Сохраните, ты будешь ездить дома. А я сейчас что буду есть? Я не знаю, но сыр тут нам не куплено, не это. Мне нравится, как пахнет. Окей, тогда убери его в холодильник. Я даже немножечко в непонятках таких враздраю. Я даже не знаю. То есть купили сыр, но жрать ты будешь у себя дома. Не открывай его. Не знаю, как на это реагировать на самом деле. Потому что я действительно хотела поесть, но я не могу. Так, тогда я, получается, буду ездить на печенье. Как вам итальянец? Не знаю. Чай? Чай? Да. Ты вообще наведел к чаю? На, хорошо. Значит, а ты? Да, я нет. Чай нет. По Симону, это видно, что он мальчик, ну, взрослый мужчина в пубертате. И эгоистичный. Почему он должен делать то, чего ему не нравится? Поэтому, если Маша вообще хочет замуж, неважно, там, за итальянца, ей надо просто самой выходить из роли девочки и остановиться взрослой ответственной женщиной. А мне кажется, это Симона надо отредактировать свою анкету и написать. Ищу маму, воспитательницу себя. Я ищу ребенок. Мне сегодня очень понравился день. Он был очень насыщенный. И мне очень понравились твои сюрпризы. И я тебя завтра приглашаю познакомиться с моей жизнью. А, хорошо. И теперь нам нужно набраться сил пораньше лечь отдыхать. Давай. Я у него остаюсь уже вторую ночь. Я заняла, мне кажется, самое лучшее место в его квартире на кровати. Я буду спать здесь же, на этой кровати. А он в зале на диване. Сегодня будет волнительный день. Я познакомлю Симона со своей дочерью. Для меня это очень важно. И покажу, как я живу и где я живу. Дорогая, у тебя здесь какие-то чужие дети в доме. Кто это? Вот здесь я живу. А, хорошо. Мишенька. Боже, по его лицу очевидно. Отец с кем-то познакомился. Насколько он рад. Мама, мама. Никому не говорите, мой котеночек. Глядили его за точку. Я не ожидал твоего ребенка. Это была дочка. Да, я понимаю. Если она живет тут, да. Когда Мишельке было год, мы с ее папой развелись. И с тех пор я ее воспитила. Да, все. Машенька совершила главную ошибку. Она не предупредила. Мне кажется, ей нужно было вначале узнать о его отношении вообще к детям. И тогда бы, возможно, она его подготовила. Если мужчине нравится женщина, то будь у нее даже трое детей, это будет не помеха. Симон, я хочу попросить тебя. Мне нужно по работе позвонить. Хорошо, давай. Мишелька, посиди, пожалуйста, с Симоной. Пять минут я поговорю. Чувак в шоке. В комнате соседней, ладненько. Да. И приду. Мне нужно было сделать важный телефонный звонок. Я попросила Симона с Мишелька остаться. А с Симоной я видела реакцию. Что-то типа... Дай я играть чуть-чуть с ней, да. И у меня вот так. Час пятки в голову. И я? Ой. Оп. Ладушь. Оп. Оп. И лоп. Я не не ходили. Ой. Стох единорог. Мама. Это бородатый мужик на эспорте. Я так не смогла позвонить. И я услышала, что тут что-то, какие-то крики. Мама. Да, до свидания. О, шарик сдался. Ну, ничего страшного. На тот шарик ей нужно, чтобы они хлопались. Правильно же? Ну, и что будет еще? Все. Правда? Прихожу, ну, и вижу, что коннект так и не случился. Конечно, она не понимает. И считает, что любой мужчина, который ей, например, нравится, должен взять ее на ручки, схватить, реагировать пощиняче. Какая прекрасная девочка. Ну, ребят, мы взрослые, 41 год, уже пора как бы соображать. 41 год, итальянец, мужчина, семейные традиции. Ну, ты можешь поиграть в этот шарик с ребенком? У него никогда не было детей. Он не знает, как снимет себя вести. Сейчас он старый лопнет, прикиньте. О, провиси, Маташа. А давайте поедем. Я думаю, как это достаточно. Давайте? Ну, еще все. Давайте поедем. Я говорю, у меня на шестой очень комфортный, типа, за ребенок. Где этот другий мужчина? Это не моя культура. Это не проходит из моей культуры. У меня есть другая типа культура. Дети, то есть у них, типа, если пара рассталась, то женщина автоматически и до конца жизни должна быть одиночкой. Потому что это ребенок, а другого мужчина. Дети, погиб с собой! Погиб с собой! Он уже занят. Он пошел, у него свои дела там по работе. Я же говорила, что знакомство будет показательным для меня. Но ему не интересно. Ну, вот это же видно. Ну, видно. Когда мы его спросили, а если будет женщина с ребенком, он не был против. Он согласился. Он же включился в эксперимент. Честный итальянец. Смотря на Машу, мне кажется, что это достаточно сложная для нее ситуация, потому что для нее ребенок играет большую роль. И Симона себе показал здесь не с лучшей стороны. Поэтому это тревожный сигнал. Да, Симона идет на хрен. Сегодняшний день прошел так, как он прошел. И я попросила его просто поехать домой. У нас еще есть время. И если Симон исправит свое отношение к моей жизни, еще может что-то поменяться. Но ему нужно исправить кардинально. Это же бред. Типа я вообще в шоке. Я не люблю детей, чужих детей. После удачного визита к Марии наш эксперимент на грани провала. Посмотрим, получится ли у Симоны исправить ситуацию. Привет, Марьяк. Доброе утро, Симон. Сегодня отличная погода. Будет Симон. Есть Симон, а есть Симон. У меня супер настроение. И я хочу пригласить тебя завтракать со мной. Короче, вместо. Я как раз не завтракала. С удовольствием приеду, поболтаю с тобой. Я жду тебя. У меня сюрприз. Давай. Хорошо. Спасибо. Чао. Он позвонил, пригласил меня в кафе позавтракать. Это прям подкупило. Привет. Привет. Как красивая. Спасибо. Как хорошо, что ты без ребенка. Вау. Сюрприз, друзья. Нанюхай. Ух. Новый день. Новые надежды. Вот сбудутся эти надежды. Или все пойдет как всегда. Цветы уже есть. Да, мне было очень приятно, что ты позвонил, пригласил меня на завтрак. Импровизация. Нам нравится. Идали импровизация. Мне тоже нравится. Я купил светы, потому что мне нравится дата светы, когда девочка, она сдает. То есть это будет настоящий сюрприз. И ты как? Хорошо? Твоя дочка, хорошо? Да, спасибо. Все хорошо. Делает он правильные шаги. Я всегда говорила, путь к сердцу. Женщина лежит как раз через ребеночка. Ты покажи свое хорошее отношение к ребеночку. Цветочки подари. Все, сердечко-то оно и растает. Что ты хочешь еще? Чай, кофе. Я бы с тобой с тем капучино. Капучино? Да, икру. Вчера я была прям категорично. Я так расстроилась. Я была как в воду опущенная. Сегодня я просыпаюсь, если я в зеркало не узнала. Думаю, так, стоп, возвращаю свою себя. Вот смотрите, у нас эксперименты. Да. У нас еще есть время эксперименты, да? Я хочу, чтобы ты чувствовал себя счастливым. Чтобы мы с тобой были в офигительных отношениях. Хорошо. Я хочу тебе создать этот комфорт. Скажи, пожалуйста, что тебе нужно, чтобы ты чувствовал себя комфортно? Чтобы ты чувствовал себя счастливым? Ты знаешь, я рада, когда люди рядом со мной, они счастливы. Моя жена, мои друзья, мои родители. Если люди, которые я люблю, они счастливы, я более счастливы. Это ответ на твой вопрос. Симона сегодня как будто бы отменили. Он как бы душу открыл. И я это ценю, это дорогого стоит. Это самое важное, когда ты можешь еще отдать счастливы человека, который тебя нравится. Сейчас мы пойдем после завтрака, у меня есть идея, я хочу говорить о тебе. Если ты согласна, я буду более рада. Мне очень приятно. На машинке я так думаю, что два года-то без мужчины. Да плюс еще, наверное, никто цветов-то не дарил. Поэтому Симона заходит правильно, как это в шахматах. Е2, Е4. И там, глядишь, и шах, и мат будет в хорошем смысле этого слова. Главное, чтобы не гамбит. Вот это мой сюрприз. Знаешь, я думаю, когда хорошо, если мы можем чуть-чуть шоппинг покупать. Да? Тебе нравится? Нравится. Да, хорошо. Я думаю, как было хорошие идеи, если мы могли тратить чуть-чуть семьяный баджет, на одежде. После магазина у нас оставалось 23 тысячи с чем-то. В кафе у нас мы сейчас покушали на тысячу, значит, у нас где-то 22 тысячи. А давай, чтобы было интереснее, я буду тебе искать одежду, подбирать, а ты мне. Да, хорошо, давай. Я хочу покупать что-нибудь, это твой ребенок, Таща. Да? Мне нужно было разлить на трех. О, Боже, у меня аж мурашки. Все, будь моим, Боже, хочешь, я отдам тебе свою машину и в квартиру пропищу. Спасибо, Боже, ты так приятно. Спасибо. Все хорошо. Он... Прошлый день, ребенок чужой от чужого мужчины в итальянской семье. Это нет, это плохо, это фу. Это нет. Следующий день. А так можно было, да? Немножко осознал, пригласил ее на завтрак, да, вот цветы. Сейчас ему нужно только один момент – залакировать. И вот его посыл купить ребенку подарок, для нее это все. Даже это платье не нужно. То, что он ведет себя правильно, чисто на автомате, это да. Встречаемся примерочно. Да. Ей была короче, забавная идея. Сделала мой челлендж, она расширила для меня одежда, и я расширил платье. Это сейл, это 50%, да? До 50%. Да. Тут да, тут нет. Вот здесь. Здесь нет. Здесь тоже есть скидки. Ого! Такой, а есть уцененный товар? Однако, однако. Ну там с дыркой на жопе. А может, ему вообще вот такие джинсы взять? Красные штаны. Ну, под его характер оно, конечно, очень подходит. Это мужские? Все? Все, все? Да, я расширил. И, говорит, ты идеально. Вообще, я обожаю выбирать одежду для своего мужчины. Мне это приносит огромное... Вот, и говорит, она уже не первый раз выбирает одежду для своего мужчины. А-а-а. Количество энергии и удовольствия. Даже больше, чем для себя. Вот это вот для меня было. Все-таки некоторые мужики одиночки сидят, такие, боже, где эта женщина? Тебе нравится покупать больше мне, чем себе? Я хочу с тобой познакомиться, да? Я хочу, чтобы ты была моим спонсором. Я буду сидеть и езду в мою жену. Да, это вещи для жаркого парня. Стоит дороже. Мы выбиваемся из бюджета. Ну, ничего. Но посмотрим, что он мне выбирает. Я сижу. Всегда девочка долго доращит одежду. Но я понимаю. Нормально. Свои развлечения. Кстати, прикольная тоже рубашка. Вот, Элечка. Все. Я готова? Я тебе выбрала три вещи. Хорошо. А ты мне одну. Первый нет. Я не готовить, значит, что ты занимаешься. И другой, это старая модель. Вот 20 лет назад они используют эту модель. И далее. Это мне очень нравится, да. Я была 100% уверена, что он выберет светлую рубашку. Мне кажется, она такая классная. Да. Хорошо. Мне понравилось красное платье, которое он для меня выбрал. Оно прям не совсем может в мое, но... Но насрать то, что мне нравится. Шикарное платье. Тем не менее, у него хороший вкус. Да? Мне нравится. Хорошо. Ты отлично. Ну, посмотрите. Хорошо. Да? Вот так? Хорошая фигура. Класс? Да. Когда я его начинала мерить, я увидела, что платье с большой скидкой. Ну, мне так немножечко стало не очень приятно. Я ему одежду выбирала без скидок. Я просто смотрела, что будет классно. Мне нравится. Для меня это хорошо. В ледом это удобнее, да? Ну, честно говоря, мне кажется, все равно, что я чувствую здесь некомфортно. А мне нужно, чтобы одежда была на мне прям комфортно, комфортно. Ну, я на самом деле тоже подумала, что, может, он тоже не смотрел. Ну, так совпало. Ну, так совпало. Так совпало. Я на это надеюсь. Ну, так совпало. Она чувствует комфортно. Если тебе нравится, давай. Еще что-нибудь. Ты предлагаешь мне самой выбрать, да? Да. Да. Спасибо. Она решила другое платье. Я понимаю, потому что, конец концов, она должна одеваться платье. И если она чувствует более комфортно, хорошо. Симоне! Эй! Подойди, пожалуйста. Эй, Мария, хорошо. Тебе нравится? Точно. Красивый, черный, да? Более комфортный? Мне, да. Мне очень нравится. А тебе? Как с ним? Хорошо, да, хорошо. Нравится, да? Да? Я в восторге. Спасибо. Пожалуйста, давай. Пойдем, пойдем, пойдем. Да, она выглядит великолепно. Ты заплатишь сама. На два варианта. Если тебе она более комфортный, черное платье, хорошо. Так, у нас по ценам. Давай посмотрим, что мы проходим. У меня 9800, у тебя 12900, а у нас 22000. По ценам мы немножко не укладываемся, да? Ты еще хотел для Мишель подарок. Да, все, давай, я не буду покупать ничего, да? Мы используем деньги для тебя, для твоего ребенка. Спасибо. Пожалуйста. Боже, так благородно. У меня прям сердце. Выбрали тебе рубашку. Нравится, да? Скажи классное. Повесь ее обратно. Рестайла. Ну вот, ну как это? Ну, ну, я просто думаю, боже, какой классный мужчина. Он молодец. Ну вот браво, браво. Потому что меня жарды не видали. У нас есть деньги, мы даем открывать руку. То, что все его поведение цветы, отказ в том числе от рубашки в пользу подарка ребенку, говорит о том, что у него есть как минимум посыл. А у нее есть шанс закрепить это и дальше на этом въехать в семейную жизнь правильно. Я пригласил Марию покупать подарок за своей дочке. Мне было очень приятно, что Симона не забыл. И сказал, что а теперь пойдем выбирать игрушку для Мишель. Это было так приятно, у меня прям материнское сердце потаяло. Я хочу игрушку или конструктор, или какую-нибудь куклу Лялю. Давай. Пойдем, мне кажется, вон там. Кукла Ляля. Во время того, как мы выбирали игрушки, Симон очень помогал с выбором. А вот, кстати, Ляля. Ну какие сладенькие. Боже, ну какие классные. Ну что-то не очень понятно. А бывают счастливые. Да, счастливые, да. Вот хочется такой счастливый, радостный, да? Нужно спрашивать что-нибудь, как это неопажно. Это хорошо. Есть игрушки, которые потом сломаются, и она может это есть, а что-нибудь. Он был настолько активен в том, чтобы это была безопасная игрушка. Прям выбирал, как для своего ребенка. Я думаю, что он будет прекрасно. Так это в возрасте, ну до трех лет еще, ладно. Там же взрослая девка. Ну она же типа не это, уже добрый вечер такая. Э, хочу съесть. Ну там пишется. Красный отец. И на самом деле он будет прекрасный муж. Ощущение, как будто у тебя же есть ребенок. А потому что, типа, когда я проводил много времени, как мой маленький брат. Я был молодой. Мои родители, они работали. Всегда они были заняты. Так, типа, я воспитал брата. Симона, а ты бы своей дочке какую выбрал? Вот такую или вот такую? А я не знаю. Мне нравится. У меня есть дочки. То есть она улыбается, да? Да, конечно. Нужно улыбаться побольше. Потому что в России иногда слишком серьезные люди. Улыбаются чуть-чуть, ты знаешь, это лучше. Посмотри, это тоже улыбается и тоже классно улыбается. Да. И у нее столик. Все? Да, это возьми тебе. Держи, держи, подержи. Сегодня был замечательный день, прекрасный день. И я, как любая девушка, да, любят подарки. И я его запомню. Симон, скорее всего, запомнит. Очень приятно, большое тебе спасибо. Пожалуйста. Но я по-прежнему не готова позвать тебя к себе. А, все хорошо. Я хочу, чтобы мы с тобой встретились завтра и поехали в гости со мной. Давай. Чао. До завтра. Чао. Поцелую твою дочку. Ну, как говорится, потепление было. И позитивная динамика наблюдается, что уже хорошо. То есть просто, типа, она подарки передаст, типа? Надеюсь, что этот день принесет еще несколько плюсиков. Типа теперь ее друзья. И ситуация с нашими героями сможет стабилизироваться. И все-таки прийти к хорошему результату в виде пары. На что я и уповаю. Сегодня я пригласила Симона к своим друзьям в гости в загородный дом. Лида. О, привет. 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 Проходи. Через порог нельзя. Это Симон. Очень приятно. Лида. Я хочу, чтобы они познакомились. И, может быть, я Симона ничего-то не вижу. Это не та же локация, а-ля посидеть, отдохнуть, когда были близнецы. А-ля, она была с близнецом невестой и жених был с близнецом братом. И что-то мне та локация, такой флешбек дает на тот выпуск. Напишите в комментариях. Друзья посмотрят со стороны. Со стороны же всегда дни. У нас сегодня день русской кухни будет. Будем так сказать пробовать. Что пробовала, может, уже? Блины, борщ. Они отличные. Мне очень понравилось. Они дружелюбные, гостопримечательные. А больше с боруськи они гостопримечательные и дружелюбные. По традиции с огорода огурцы, помидоры, зелень, соленья, заварная рыба, вяленая рыба, кабачковая икра. Мы знали, что он итальянец и специально подготовили для него русскую кухню, чтобы он попробовал нашу еду. Мы начнем также с традиционного нашего блюда. Это окрошка. Окрошка на кефире. Надо попробовать. Сегодня температура высокая, мы так спасаемся от жары. Это молочко же не ест. Там кефир, редиск. Кефир это молочный продукт, да? Ну да. Я не ем мясо и молочные продукты я не ем. Существует у меня есть проблема с молочными продуктами, я не могу. Что это? Помидор? Огурец. Да, кабачковая икра нужно чуть-чуть. Ложечку. Яйца острова, ты знаешь. Я не езм мясо, потому что яйца острова. Я всегда жив, где есть много. А может ты рыбу? Ты же рыбу ешь? Ты же рыбу любишь? Это рыба. Китай всплывал. Взяли вино, это такая вот длинная рыба. Ну как? Оценка этого блюда по пятибалльной шкале. У меня рыбка все раз е. Кровь еди. Мы были удивлены, ну и немного расстроены тем, что ему не понравилось. Давай чуть-чуть сменим тему. Мы выпьем чуть-чуть за знакомство. Это сок? Да. Так что за руль можно? Спасибо большое. Ну то, что Симона невежлива, это не итальянская совершенно манера. Мог бы вполне попробовать каждое блюдо. К минимуму. Уважение было бы. Маш, как тебе в новых отношениях? Классно. Своеобразно. У нас же необычный эксперимент. Мы вот знакомимся уже после свадьбы. Столкнулись тут совсем сразу, да, что и разные культуры, и разная еда, менталитет, разные традиции. Он, знаете, он так настолько показушно делает свое недовольное лицо, там, по еде, если бы прям так... Вот если смотреть на его физиономию, он всем своим видом показывает. Похпу какую-то пытаемся, да, такой найти. А что-то общее? Получается? Ну я не думаю, что у них случился коннект. И, насколько я понимаю, этот человек очень привередливый и прихотлив. Симона вот вчера вообще очень благородно себя проявила. Он пригласил мне завтрак, подарил мне роскошный букет, а потом пригласил меня на шопинг. Вот, и мы нашли, ему рубашка подошла, мне платье. И у нас на кассе была несостыковка, оно вот у нас чуть больше. А он говорит, я откажусь от рубашки, давай купим тебе платье и Мишель подарок. Прикинь. Представляешь? Два подарка. Да, два подарка вообще. То, что он сделал, красивый же отказался от рубашки, и то, что он подарил ребенку подарки, но это очень маленькая капля в море по сравнению с тем, что может сделать настоящий мужчина. Я предлагаю, раз уж поедение идет, как насчет русской бани? Да. Был уже в русской бане? Да, в спортзале, да. В спортзале? Да. Ну, спортзал от спортзал. Да. Веньки замочены. Угу. Сейчас растопим и пойдем парить. Хорошо. Видно, как у него огромное желание сходить в баню. А мы с тобой немножко уберем и на солнышко, да? Прям вот видно. Ну смотри, сейчас для того, чтобы в баню нам с тобой сходить, надо в первую очередь что? Растопить ее. Для того, чтобы ее растопить, надо поколоть дрова. Ага. Эва, Бенен, да ты знаешь что? Мы будем как мы видим далее. Мы не можем либо пить коктейль, музыку, ты знаешь, играем в футбол, нет? Не нельзя в России? Конечно можно, но чтобы отдохнуть, надо сначала проработать. Первый удар гостю. Да, но я нет. Я не могу, знаешь, у меня проблемы с проблемой. У меня тоже. Пригласил человека в баню, показать наши традиции. Тут откуда-то какие-то непонятные отмазывания. Я не хочу, я не буду, мне нельзя. Я не могу, я не могу, потому что у меня есть проблемы с кожей. Проблемы с кожей? Да, да, да. Лоша, он меня пригласил, а сейчас я использую лекарства, и мой врач, он говорил мне, как два недели, ни сауна, ни баня. С сожалению, я не могу, все это жарко. Да, конечно. В баню не пойду, болею. Это не могу сделать. У меня там трещит, хвост отваливается. Мне кажется, это действительно малолетка-то. Ребенок в пубертате не на нашу-то невесту-то. А если бы она, кстати, мамку-то включила бы, во, 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 вот, то, глядишь, может быть, и результат другой был бы. И свекровь сказала бы ей спасибо. Вот здесь уже у меня сидит мой сынуля. Хотелось бы, чтобы у него мамка была помоложе. И договорились бы они. Спасибо вам большое, что пригласили. Спасибо за баню. Очень приятно. Спасибо большое, мой друг, а не знаю, что. Надеюсь, больше не увидимся. На встрече, пойдем. Не знаю, как пойдет завтрашний день. Какой он странный тип. Надеюсь, он будет приятнее, чем сегодня. Посмотри, как он прощался. Он, кажется, как будто сбегал уже. Спасибо, мой форма. Очень не хотел уезжать, очень не хотел. Пока, пока. Все, 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 пошли. Не знаю, как пойдет завтрашний день. Надеюсь, он будет приятнее, чем сегодняшний. Ну, Симон разозлил. Может, на следующий день одумается. Все-таки у детей сегодня хорошо, завтра нехорошо. Какой странный этот итальянец, честно. Я решил пригласить Мария от Загорода на этот сыр на фабрике, потому что я знаю, как ей нравится сыр. И то, что потому что владелец итальянец, как меня, из юга Италии. Ну, зря я бочку катила на нашего мальчика. Посмотри, сам сыр не любит, но зная, что Маше нравятся сыры, он ее отвез на сыроварню. То есть, типа, ты намекаешь, какие прекрасные отношения, да? Типа, класс, говно, класс, говно. Вот такое прям будет, такая веселая качеля. Так вот, так, сегодня был хороший день, значит, завтра надо готовиться к чему? Правильно, к веселью. Причем итальянскую. Такой неплохой, собственно говоря, жест по поводу того, посмотри, что я ради тебя делаю. Даже готов это терпеть. Ну, для начала неплохо, да. Скажите, пожалуйста, как вам живется в России? Единственное место в мире, которое бы я выбрала именно для того, чтобы жить, это Россия. Симона я сегодня снова в своем амплуа. Вчера он никак себя не проявлял, а сегодня он решил меня вот как-то порадовать, да, привезти меня в сыроварню, в итальянскую. Я думаю, как ей понравилось очень. Она дружила с женой итальянской. У нее точно разговаривали со своим опытом, как парень. А как вам быть замужем с итальянцем? У меня все прекрасно. Если нет, я бы не пожелала с ним 32 года. 33 года назад мы встретились с Петро. Но он любил меня настолько сильно, что невозможно было это дело оттолкнуть. Ну и, соответственно, эти чувства появились у меня чуть позже, но появились. Ну и до сих пор не пропали. Потрясающе. Судя по всему, если там 33 года назад, то есть она была там, получается, молодая девка, лет 18-20, а ему же так было, ну, я думаю, 40 лет. Восхитительные люди, я в них влюбилась просто. И Симона говорит, что в Сицилии, в Италии у них патриархат в семье. Скажите, как у вас? Ну, ну ничего. У нас никак, мы равны. Да, ложе. Равенство. А скажите, пожалуйста, вот итальянцы вспыльчивые? Есть такое? Импульсивные? Да, импульсивные, очень импульсивные. А как вы с этим вот? Как вам с этим? Подождать 5 минут, а потом начинать разговаривать. А, да, вот так вот, да? Ну, 5-10 минут максимум. Потом становится проще. Мне кажется, вам есть итальянская кровь. Не лезь на рожон. Мужчины итальянцы очень горячие. И где-то чуть-чуть. Все их действия очень часто происходят именно от сердца. То есть иногда тяжело регулировать темперамент. Ну, у меня получается. Выглядите великолепно. А скажите просто, в чем секрет вашей красоты и молодости? Спасибо. Воздух чистый, кушать без консервантов. И что вы живете? И наличие денег. Да, 100%. Вот весь секрет. Вот она формула, да, молодости. Ему 70, да? У него огонь в глазах. Он на нее смотрит, он ее обожает, эту женщину. Прямо видно, что он ради нее всю жизнь делал. Я счастлив, да? В любом случае, жить, чтобы тебе приносило счастье, очень просто. Он считает. Главное, не руководствоваться логикой. Эмоции и чувства, это должно оставаться эмоциями и чувствами, 100%. Ну, я согласна. Все сейчас прямо, вот знаете, как инсайт пришло. Правда, оно так и есть. Мне было так интересно. Мне хотелось узнать у этих людей вот все. Мне было вот все интересно. Жанна, у нас по правилам проекта через 7 дней нужно поделиться, оставляем мы кольца или не оставляем. И мне очень интересно ваше мнение о Симоне. Человек логики, тяжело выходит на эмоциональный контакт, в то же время человек вспыльчивый. А как, вы считаете, как мы смотримся вот даже со стороны вот? Со стороны все красиво, то есть вы прекрасны. У нас даже такая... Я не волк, как ты себя чувствуешь? Как мы... Что скажут другие? Мне кажется, это то, что вообще тебя по факту волновать не должно. А если должно, то в самую последнюю очередь. Как мы смотримся бы? Тебе как с ним? Ну, честно, хреново. Но если смотримся хорошо, то так и быть, да? А разница? Вот я люблю сыры, а он итальянец, но сыры не любит, вообще на дух не переносит. Ну, я хочу сказать, что это большая редкость. Итальянец, тем более с юга, не кушает сыры. Это действительно редкость. Это не итальянец, это бракованный итальянец. Ну, бывает. Расскажите, пожалуйста, про сыр. Что это за сыр? Какие разновидности? Один на другой не похож. Существует более 10 тысяч оттенков выдержанных сыров. Даже мука не дает такое разнообразие, которое дает молоко. То есть это самое интересное сырье, которое только может быть в мире. Из одного и того же молока ты можешь получить более 3,5 тысяч наименований разных сыров. А в выдержанных сырах существует более 10 тысяч вкусовых оттенков. Начинаешь с этого, да? Да, начинаете с рикотты. И потом уже переходите к другим сырам. Нравится, да? Но если вы любите сыр, и Мария, это точно вам все понравится. Мне приятно. Я вам благодарна, на самом деле, потому что я получила классное настроение, состояние. Мне очень понравились Жанна и Петро. Просто потрясающе. Симона. Чао. Я хочу тебе сказать большое спасибо. Пожалуйста. Ты мне привез вот сюда, вот в сыроварню итальянскую. Угу. Хотя знаю, что ты сыр не любишь. Но только для тебя. Потому что когда я говорил тебе на первый момент, когда ты спрашивал меня, что это счастливое для тебя, то меня самое важное, как человек рядом со мной всегда будет счастливым. Я ходил к Людмиле Марии, я организовываю пикник, потому что я знаю, как она очень любит природу. Вот у нас завтра, последний день, у нас уже церемония окончательная. Да. Скажи, пожалуйста, ты определился со своим решением? Они не будут вместе. Нет. Будет сюрприз. Мне нравится импровизация. Все будет на последний момент. Интрига, интрига. Мне нравится интрига. А тебя тоже? У тебя есть решение? Да. Да. Знаешь, что может за несколько часов перевернуть всю историю и приведет к хорошему хэппи-энду? Это история жизни взрослых. Один вечер и одна ночь может кардинально изменить всю историю. Как в одну, так и в другую сторону. Нет, нет, только в одну сторону. Нам кольца не вернут. Симон, сплазнять не надо вообще, то есть он-то готов. Я надеюсь, что Машенька догадается, ну или как минимум проявит инициативу. А может это случится? Может быть озарение будет, а? Вы, скорпионы, у вас магические способности хорошие. Даже если для вида сделают вид, что выбрали друг друга. И приняли правильное и верное решение. Но они вместе не будут. Он же детей не полюбил. Вот и подходит к концу недели семейной жизни Симоны и Марии. Как это ребенок от чужого мужчину? Не могу, я ухожу с этого дома. Впереди решающая церемония выбора, на который станет понятно, смог ли Симоне растопить сердце девушки. Что даже сама девушка, а-ля, не захотела приглашать его домой, когда купили подарок. Скажите, слушай, кучерявый, давай, я сама лучше уже дочке дам. Дорогие Симоны и Марии, вы прожили целую неделю. Этого вполне достаточно, чтобы принять решение. Оставляете ли вы кольца у себя и открываете новую страницу вашей любви? Или возвращаете кольца, и ваши пути расходятся навсегда? Мария, первое я хочу спросить тебя, оставляешь ли это кольцо себе, для вашей семьи, или возвращаешь нам? Мне нравится этот сурдоперевод, знаете, это что рассказывают, а так... Это как пьяный друг у тебя... Для вашей семьи, или возвращаешь нам? Я хочу поблагодарить Симона. Это была гейнная неделя, насыщенная событиями. Симона мне показал все итальянское в России, в Москве. Он мне свозил в лавку итальянскую, познакомил меня со своими друзьями, проявил щедрость к моей дочке. Свозил меня на итальянскую сыроварню и даже устроил пикник. Ничего не забыла. Все сказала. Это правда. Но я не готова быть с мужчиной, который мной совсем не интересуется. Не удивлен. Которому мне неинтересно. У меня как изначально не было искры, так она за неделю и не появилась. Я возвращаю кольцо. Тогда кладем колечко, давай его сюда. Да, да. Мы все, молодцы, родные. А ты что это, Симона? Она красивая, она хорошая, милосердце. Мы проводили хорошее время. Это очень сложное решение для меня. Все, давай сюда. Помощь не надо. Почему такая девушка тебя не устроила? Что не так? Я думаю, как у нас есть другой интересный, другой темперамент. Один неделю, это очень-очень мало времени. Что я могу говорить? Это сердце, это не логика. Ты знаешь, у тебя есть, у тебя не есть. Она очень красивая. Я думаю, как она может найти человека, который она очень хочет строить еще семью. И я желаю успеха, и все хорошо для ее, для своего ребенка. Я действительно очень хочу мужа. Я так сильно хочу любить, получать любовь. Мне кажется, мой мужчина меня услышит. Он даже поймет. Он даже сердце поймет. Вот тут, вот, вот тут. И я даже ни капельки не сомневаюсь, что это будет. Ни капельки. Мечта мечельки моей, дочки, сбудется. У нее будет хороший дядя. Ну что я могу сказать? Насильно мил не будешь. Уже не папа, уже дядя. Так оно бывает. В добрый путь каждый со своей историей. Но мы рады были вас видеть, рады были поучаствовать в вашей жизни. И очень рассчитываем на то, что тот опыт, который вы приобрели на нашем проекте, вам поможет в жизни. Не совершать ошибки и делать свою судьбу красивой, счастливой. На радость себе и своим близким. Спасибо большое. Пожалуйста, дорогой. Спасибо за мной. Да, Джузепа. Спасибо большое. Счастливо доберите уже разведенную жену. Отводите, ставьте на место. Спасибо вам. Спасибо. Всем класс. До свидания. А вам, дорогие зрители, хочу напомнить. Уважайте свое прошлое. Будьте осторожны со своим настоящим, чтобы дать шанс своему будущему. Пока-пока. Ну вот и все. Ну, то, что я говорил, что вместе не будет. Я думал, что может быть даже скажут друг другу типа да, но это будет ненадолго. Нет. Нет, девка такая. Спасибо. Очень было ценно, что ты для моего ребенка, как бы и все это остальное. И все закончилось именно вот так. Что скажете? Будет интересно выслушать ваше мнение в комментариях. Буду благодарен за лайк. И увидимся в новых выпусках. Всем пока.